Долгожданные медали Спасибо всем. В первую очередь руководству клуба, который практически все делает для нас, чтобы мы росли, чтобы мы себя не чувствовали дискомфортно и так далее и тому подобное. Поэтому благодаря им мы чувствуем такую уверенность за своими плечами. Нам хочется отдать этим же. Поэтому второе спасибо я хочу сказать девчонкам. Девчонкам, которые отыграли сердцем и душой, с которыми приятно находиться на площадке. Нет равнодушных в команде. Это радует. Что огорчает? Что мы играем сердцем, но не всегда головой. Вот это огорчает. И начало игры такое же было. Делали установку, разбирали. И, конечно, нужно уметь владать эмоциями и головой. И вот над этим мы и должны работать, над этой реализацией. А вот за те эмоции, которые они подарили нам, я думаю, нашим болельщикам, конечно же. Им большое спасибо и нашим болельщикам в том числе, которые приехали, которые нас поддерживали. Мы их слышали каждую минуту. Честно говоря, мне сегодня было тяжело выбрать лучшего игрока. И Вика хорошо сыграла, и Чернова свое все сделала, и Никитина Ирина, и Аножкина вышла в нужный момент отбила. Вы как считаете? Я тоже считаю, что практически каждый внес свою лепту. И Никитина Ирина, и организация иногда, может быть, и Хромалова, но все равно. А Захарова в нужный момент забила, и вратари помогали. Поэтому тем она и радостнее, эта победа, что она командная, а не кого-то одного. И выделять было на самом деле тяжело. И еще я заметила, что сегодня не раз получала Наталья Никитина, ну, можно сказать, по ушам от вас. По каким причинам? Ну, скажу сразу. У Наташи, конечно, есть лидерские качества. Конечно, она один из ярких наших игроков. Вот. Конечно, она хотела помочь нашей команде. Но вот именно она, ее, наверное, эмоции, она хотела, опять же, в Ростове для нее это не, будем так говорить, родной город. Поэтому ей хотелось показать. Но именно то, о чем мы говорили, она не выполняла. За это она и получала. И, видать, наверное, все-таки я переусердствовал, потому что она все-таки так в себя и не пришла. Я, кстати, тоже об этом подумала. Да, я, наверное, все-таки перегнул палку. Вот. Поэтому во всеуслышание прошу у нее прощения. Но все равно команда, она должна понимать, что мы команда. У нас не может один человек на себя тянуть одеяло. Да, она должна, конечно, как один из лидеров, да, брать на себя. Но при этом она должна не забывать, что у нас на площадке шесть человек плюс седьмой вратарь. Спасибо огромное. Еще раз поздравляю. Мы вас очень сильно любим с победой. И мы вас тоже любим. Спасибо. Это победа, и мы выходили, в принципе, как на войну. Поэтому она вдвойне приятна. Спасибо.